СТАРОЖИТНЫЙ Полоцк 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 СЕМЕОН СЕМЕОН СТАРОЖИТНЫЙ Полоцк 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 У час життя в Москве Палачанинам было створано безліч одов, элегиев, панигирыков и эпитафиев. Особливо цікаво выглядая вершаваны пероклад фрагмента святого писання и эксперименты с фигурными вершами. У створанной при царским дворы друкарни побачили свет от некольких сборников. Вядомо, что знакомитый в будущине Михайло Ломоносов так само спостигал поэзию по творах Симеона Полоцкого. Это была целая поэтичная школа, что покинул наш земляк российской культуры. Ее начинил первый в России театр. Ее написал проект с первой высшейшей навычальной установы, по водлякой потом створалася славяно-греко-латинская академия. Симеон заосновал свою незалежную от патриарховой цензуры друкарню. Каб оценить значность для этой падеи, варто сказать, что заявление новой друкарни одразу повеличила колькасть друкарни во все российской державе у два разы. Была одна, а стало две. У той час, для поравнания, як на землях родимых наших протков, у Речи Посполитой, друкарские варштаты а працавали у 134 городах и местечках. До сегодняшнего дня ведутся спрэчки. Чи правильно семья он зробил, покинувшу родиму, и так болей николина е не вернувшися. Узбагативши своим талентам чужую культуру. Кем яго лечить? Своим славутым суайчинникам, чи здрадникам, чи тым и тым одночасово. Кожны сам для сябе отказывая на гэтыя пытанні. Аценки в нашей гістерографии такие стримана хвалебные. Я лечу гэты аценки цалкам змалпаваныя з росейской гістерографии. Там, конечно, гэта першы росейский паэт сучасный, першы, выхаваўца царских дячей. У тым ліку Пятра Першага выхаваўца. Для нас гэта здрадник. Той культурницкий подвяг, який здесь не у Семен Полацкий, будзе в России ацененый, а толькі праз некалькі стагодзю. ТОРСОР Время реперта ацененый? Не смећу, Продолжение следует...